МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Вы смотрите программу «Персональный акцент». События начала этой недели несколько отодвинули на второй план тему итогов второго визита президента Молдовы Игоря Дадона в столицу Российской Федерации, его участие в бизнес-форуме «Россия-Молдова. Новые точки роста», организованного общероссийской общественной организацией «Деловая Россия» и встречу с президентом России Владимиром Путиным. А говорить есть о чем. Визит молдавского президента достаточно широко освещался российскими СМИ. У нас в гостях глава представительства информационного агентства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий. Здравствуйте! Здравствуйте! Накануне визита прозвучало заявление о том, что черная полоса в взаимоотношениях двух стран Молдовы и России уже позади. И одновременно с этим мы знаем, что произошел некий такой дипломатический скандал, когда правительство Молдовы не рекомендовало молдавским чиновникам не совершать визит в Российскую Федерацию. Налицо, мне кажется, внутреннее противостояние политических элит или это, ну не знаю, такое, знаете, возникает ощущение, что политическому развороту в сторону Российской Федерации организует некое противостояние. Вот ваш взгляд на... Есть такое чувство, есть такое чувство. Вы его разделяете? Я разделяю. Почему? Потому что то, что делает президент, в принципе, с этим, то, что это правильно, не будет спорить ни один драмыш, лишь человек. Действительно, была темная полоса. Действительно, Молдова не та страна, по поводу которой в России будут большие проблемы. Да, вот мы лишились молдавского рынка, или мы лишились там, вот как бы осложнили ситуацию с Молдавией. Хотя я скажу, что в России хорошо, это я сам чувствую, как представитель России, здесь хорошо относится к Молдавии, очень где-то даже сожалеют то, что вот как-то у нас в последние годы не ладится отношение, охлаждение отношений. Это глубоко переживает все-таки, в принципе, большинство россиянда и политического бомонда, все-таки как-то еще живет и воспоминаниями о тех временах, которые, когда мы были все вместе, как-то, и мы всегда были родственниками, да, и как бы родственные связи очень тяжело рвать. А связи в экономике, когда весь Советский Союз как-то по плану экономика строился как единый цех одного большого завода, да, и мы были маленьким цехом, даже отделением в этом заводе. Это мы так думаем, мне кажется, что… Нет, это мы не так думаем, это действительно так и есть, но дело в том, что действительно эти связи прервались, да, и вот для того, чтобы их восстановить, правильно говорят, что то, что дело сделает один дурак, потом 10 мудрецов не исправит. Для того, чтобы восстановить, нужна очень большая работа, ну, в новых условиях, да, вот. Есть еще в России здесь какие-то интересы, есть и геополитические интересы, и экономические интересы, допустим, тот же газопровод, тот же поставки газа, который мы грозимся все найти им замену, но никак… Ну, тянем трубу из Унгена в Кишинево. Да, даже три баллона газа к ней подключаем, и деньги отмыли хорошие, и Эттингера надули, вот, но тем не менее… Ковырщики, я прошу прощения, что перебиваю, но шутку уже родили о том, что сланцевый газ – это ведь та затея, что вот нужно вырыть или прорыть тоннель к российской трубе и оттуда добывать сланцевый газ. Вот это вся затея. А я вообще всегда подозревал, что газопровод на Унгена построили для контрабандных сигарет, он будет работать в ту сторону, да, потому что он не работает, действительно, потому что это была такая затея. Ну, это мы пошутили, в общем-то, да. А если серьезно, то… Да, если серьезно, пока нам еще придется, как бы, закупать российский газ, пока нам придется, возможно, очень сложно, знаете, вот я думаю, что то, что президент едет, но некоторые на правом фланге, некоторые критики начали его упрекать слишком часто. После такого периода охлаждения, когда они ездили вообще, а президенты не встречались, по-моему, лет восемь. Страшно подумать, восемь лет. Ну, тогда действительно часто. Восемь лет, да. Ну, представляете, да, что нужно сегодня, какие сегодня усилия нужны, чтобы это все восстановить, да. Я уже не говорю о том, что вернуться на российский рынок – это задача из области фантастических и сложнейших, потому что уйти с рынка – это легко, а восстановить рынок. Российский рынок – это не рынок 90-х годов, когда можно было, помнишь, в 90-е годы, когда мы приезжали, можно было привезти фуру сигарет или фуру коньяка и искать у Пети, Саши, куда я толкнусь. Там все уже расписано на многие годы вперед, как и на европейском рынке. На том же европейском рынке, в котором говорят, вино у вас, в принципе, неплохое, да, но на все расписано. Ну, так, взять два ящика, да, вот в этом году, для экзотики пусть у нас будет и молдавское вино. В следующем году мы можем возьмать четыре ящика. Ну, тут наши уже все, как бы, надуваются и кричат, вдвое увеличился в экспорт в ЕС. Как вот, вернуться сегодня на российский рынок то же самое, что пробиться на европейский рынок практически. Потому что те, кто когда-то нас научили, да, поссориться с Россией и потерять этот рынок, заняли нашу нишу, понимаете, и сейчас посмеиваются. Это, кстати, выгодно и тем, кто занял нашу нишу, и выгодно России, по большому счету. В Кремле же сидят тоже бизнесмены, и они тоже считают деньги. Те люди платят, в отличие от нас, которые входят на рынок СНГ, не платят налоги, а пошлины, а антиплатят. И те еще завязаны с ними, а ничего не сближает так, как деловые интересы. Знаете, когда мы с вами торгуем, мы договоримся по другим проблемам. Жалко же решаться, как бы, этих денег, да. Те же санкции сегодня и России, не только России невыгодно, но и ЕС, так. Поэтому нам предстоит очень сложная задача. И действительно, то, что за то, за что взялся президент, да, и, как бы, его команда, мне очень жалко, что не подключилась до сих пор. Для меня вот непонятно, а почему к этому не подключается правительство, да. Почему правительственные чиновники, да, не могут... Каномический блок. Да, Каномический блок вместе с президентом поехать, обсудить и делать то же самое. Почему? Что за ревность? Может, из-за этой ревности возникают эти проблемы непонятные, да, когда буквально накануне визита президента. Почему-то у нас вспоминают, что у нас нескольких чиновников, как бы, опросили в аэропорту. Да, цель приезда. Задали вопрос. Нет, серьезно, ну, мы тут этих приднестровцев, да, и тех, кто приезжает из Приднестровья, и журналистов российские в прошлом году не только опрашивали, мы их еще и депортировали. Наших-то никого не депортировали. А мы депортировали, разворачивали, депортировали людей. Люди сидели ночью в аэропорту, вот буквально на неделе члены императорской семьи российской, которые приехали посмотреть на эту Невскую лавру, да, в Бендерах, где родовая церковь, которую заложил еще Николай II, они ехали в аэропорт, их остановили, и они, вы знаете, всю ночь посидели в аэропорту, зажидали следующего рейса. Это нормально, я считаю, что... Такое знакомство с Молдовой произошло. Ну да, такое знакомство с Молдовой, понимаете, поэтому мы, как бы, иногда бывает замечаем, когда пятерых, по-моему, наших чиновников, да, просто опросили в аэропорту. Я ничего не... Это плохо. Это очень плохо. Это плохо, когда, как бы, отношения между двумя странами, которые были родственниками когда-то и останутся родственниками, дошли до такого, что чиновников опрашивают в аэропорту. Это плохо. Но мы должны понимать, что когда мы задерживали их чиновников, российских чиновников здесь, журналистов, политологов, ну, наверное, трудно было надеяться на то, что нам за это выпишут талоны на усиленное питание. Понимаете, Россия не та страна. Я всегда говорил, что, в принципе, Россия та страна, которая медленно запрягает, но не дай бог с ней поездить. Понимаете, это испытали очень многие. Поэтому я бы не испытывал вот так, знаете, вот как бы вот такими действиями, да, не надо. Не в интересах Молдовы ссориться с Россией. Россия ссоры с нами не очень заметит. А для нас ссора с Россией может иметь фатальный исход. Поэтому и мудрость политика в том, чтобы налаживать отношения. То, что делает президент, лучше его, конечно, не критиковать, а всемирно поддерживать, на мой взгляд. Это в интересах нашей страны. Я думаю, показательный пример той же Европы. Вот смотрите, буквально на днях газопровод АПАУ, который обслуживается немцами и французами, был выведен из третьего энергопакета. О чем это говорит? О том, что он не рассматривается теперь как один из тех плацдармов, которые теперь не подвластен Газпрому. Газпром теперь 80% АПАУ полностью принадлежит, то есть 80% акции этого газопровода принадлежит теперь Газпрому. То есть он ни под какими санкциями, а это говорит о том, что продолжается, опять же, как говорят те же европейцы, но с другого фланга. Это экспансия российского газа. Нас захватили газопровод. Сейчас вторая ветка ведется в Балтийском море, там собираются провести. И тем не менее, сами европейцы делают все возможное, чтобы получить самые лучшие условия с той же Российской Федерацией. Кстати, Слава, политика это большой торги, мы все это знаем. Когда маленькие страны, и даже побольше страны, чем и Украина думает, что, допустим, Россия, ЕС и Штаты будут воевать из-за трех корзин винограда в Приднестровье или, допустим, из-за украинских интересов, это очень наивное предположение. То же самое, что Трамп сказал. Если я с Путиным договорюсь по ядерному разоружению, то мы можем решить, как бы и признать Крым и так далее, и так далее. На что мне, я когда прочитал это в интернете, спросил, а подождите, а что, Украина здесь ни при чем как-то? Ведь сорли просто из-за украины. Сегодня не секрет, что если, допустим, Кремль уступил бы, допустим, в иранской проблеме, ключевой, а может в сирийской проблеме, может в отношениях военного и другого сотрудничества с Китаем, Индией и так далее, и так далее, то в конце концов Украина это не цена вопроса. Понимаете, там быстро бы все решились вопросы. Потому что большие страны, большие игроки, они договорятся прежде всего о своих интересах. А наши интересы, у них очень большой такой папки, плотный, плотный большой папки. Где-то, может, на 70-м месте наша проблема. Когда мы едем туда и говорим, что, знаете, вот надо решить нашу принцессовскую проблему, нам говорят, знаете, вот, ну, вы видите, она номер 78, вот, подождите, вот, как в этом анекдоте, да, про Мерель, когда кандидаты на члены ЕС устроили драку в предбаннике, да, она вышла, начала их строить, они говорят, ну, в конце концов, мы за очереди, кто за кем. Мы говорят, вот видите, Турция стоит, да, говорит, вот все стали за ней, говорит, она первая, да. А, говорит, а Турция сух стоит, 40 лет, говорит, а когда она вступит? Да никогда. Вот, ну, стоит и здесь. Так и здесь. Понимаете, мы не играем, как бы, большой роли в этой политике, да, нами просто иногда бывает, как и украинцами пользуются, да, большие игроки в своих целях, да, как бы разменивают нас. Поэтому, конечно, в этой ситуации самое лучшее знать свой интерес и постараться не делать резких движений, да, которые, как бы, могут привести к фатальным исходам лично для тебя, а не для больших игроков. Тем более, ситуация сегодня в мире очень непростая. По поводу резких движений. В этом году Россия и Молдова будут отмечать 25 лет, так сказать, установления дипломатических отношений. И, ну, история совместных отношений между Россией и Молдовой гораздо больше. Это столетия. И вот, не кажется ли вам, что последние вот эти 20 лет, это такая проверка на прочность этих столетних взаимоотношений между российскими и молдавскими народами? Ну, если, давай на ты, мы же все-таки не будем обманывать телезрителей, что мы, так сказать, на вы обращались. Да, да. Ты знаешь, если ты помнишь установление дипломатических отношений, я прекрасно это помню, помню первого посла Вичко, с которым был в дружеских, хороших таких отношениях, я не знаю, как сложилась дальше его судьба, но они начинались в очень непростой ситуации. Тогда уже драмахала война. Вот в апреле, как бы, появился здесь посол и так далее, а уже в марте у нас была война. Вот. И были такие очень, российским дипломатам сразу приходилось решать очень, были такие непростые вопросы, да, вот как-то, помнишь, туда было в июле, сюда приехал каким-то образом по просьбе Снегу Рожудской и был подписан тот самый мир, и слава Богу, что он был подписан, потому что если бы мы затянули, допустим, как на Украине на несколько лет, я думаю, наша страна бы такой нагрузки не выдержала. Да, это точно. Вот. Слава Богу, что это сохранило сотни жизней и тысячи жизней, и сохранило мир, и дало возможность каким-то образом решать эту проблему. Вот. Поэтому потом был такой, я считаю, был очень неплохой период, когда власти у нас такие пошли, как силы, которые как бы наладили отношения с Россией. Я помню период и правления Лучинского, когда, можно по-разному относиться к Петру Кирилловичу, но в то же время я помню, что мы ездили в Приднестровье в то время, да, очень просто проезжали, не было ни таможен, ни постов, ничего, там стоял один как бы миротворец, который просто мог проверить вас на наличие оружия. Спрашивал, оружия у вас нет случайно, ну проезжайте, да. А сейчас ты туда попадаешь хуже, чем въезд, да. Вот. Надо все это выписать и так далее. Это один вопрос. Если я скажу, что последнее заседание, вот тогда в 1999 году, да, до вот этой ссоры Воронина с Семерновым, последнее заседание, переговоры вот между Приднестровьей и Молдавией, обсуждался знаешь какой вопрос? Я до сих пор это запомнил. Обсуждался вопрос о том, чтобы, это уже реально обсуждалось, чтобы Приднестровские министры заняли пост вице-министра в наши кабинеты, выделили им кабинеты в правительстве. Вице-премьеры, вот, должны были быть из Приднестровья, то есть им выделалось кого-то в правительстве. То есть их втягивали в поле деятельности, и в принципе мы были где-то вот буквально накануне каких-то событий. Ну, потом случилось то, что случилось. Охлаждение в 2003 году, помню, что было. И после этого мы откатились в совершении Приднестровской проблемы на многие-намногие годы. Тогда, помнишь, вышли люди правой партии, вышли на площади, кричали, что вот, что такое там на 15 или на 20 лет продлить пребывание российских миротворцев там в Приднестровье. Ну, вот, прошло уже скоро 15 лет. И что? И воевоз никуда не сдвинулся. Гораздо лучше бы всегда что-то договорились о чем-то. И сегодня был бы какой-то лимит международно признанный, договоренный и так далее. А в результате мы видим, что как бы мы... То есть загнали ситуацию в такой глубокий политический... Я всегда говорю, что мудрость политика в том, чтобы не выкрутиться из какой-то сложнейшей ситуации. Что вот сегодня мы каждый день видим, да, когда вот наши власти кем-то делают кувырки, становятся опять на ноги и опять за такое шоу. И мы все поражаемся. Ах, как он еще... Посмотрите, а он еще и тройной стул сделал, еще двойное сальто и так далее, и так далее. Мудрость политика стоит в том, чтобы не попасть в такую ситуацию, где придется делать сальто, понимаете? Вот именно избежать вот этой ситуации, да, и это на пространстве, кстати, СНГ много раз демонстрили. Тот же Алиев, который пришел возле Боржан, там была более худшая ситуация, чем у нас. Там шла настоящая война с командирами. У нас такого не было, да, чтобы у нас Молдова была разделена на несколько частей. У каждого была своя армия. То же самое, к чему идет сегодня Украина, от Махновщины, да, когда у каждого олигарха уже своя армия, и смотрите, что делается на Донбассе. Президент вынужден уже признать неправильные по нему действия. Действия националистов по перекрытию железной дороги. Да, 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 и возглавить это дело, потому что иначе... Неправильно, но... Да, да, иначе приедут, как у нас тогда, помните, ездили в парламент, штурмовать парламент, возвращались из Народного фронта ребята и могли взять и парламент и так далее. Вот до этой ситуации не довести, в этом мудрость политика, да, а не в том, чтобы потом разными кульбитами вылазить из этой ситуации. Ну, так совпало, что с момента последней встречи Игоря Николаевича Додона и Владимира Владимировича Путина прошло ровно два месяца, 17 января и 18 марта. И первый визит в качестве президента Игоря Николаевича совершая в Москву тогда много говорилось о том, чтобы пересмотреть или, во всяком случае, помочь нашим соотечественникам в решении вот этого миграционного кризиса, который образовался с запретами на въезд в Российскую Федерацию. Порядка 250 тысяч молдаван был непорядок с документами в силу каких-то там небольших административных нарушений. Я так понимаю, что просьбу Путин услышал и с первого марта почти три недели трудовых мигрантов из Молдовы, в общем-то, амнистировали. И многие сумели решить свои личные вопросы с передвижением, увидеть семью, которую боялись вернуться в Молдову, потому что тогда иначе он не вернулся бы к своему трудовому месту в России. Вот спустя два месяца Игорь Николаевич вновь поехал в Москву и тоже говорится о миграционной амнистии, расширении, видимо, каких-то, не знаю, списка проблем, возможно. Говорилось и о, кстати, вот мы с вами и заговорили об этой теме, преднестровскому регулированию. На ваш взгляд, каким образом пойдет процесс и что станет в этой ситуации таким драйвером изменения к лучшему во взаимоотношениях наших стран? Потому что экономика сегодня Молдовы напрямую зависит, конечно, от этих переводов. Как ни стыдно нам говорить, мы все работаем, в большинстве своем работаем и стремимся работать там, где платят больше, там, где есть эта работа, в данном случае от Российской Федерации. И мне кажется, этот стыд должен испытывать каждый чиновник в молдавском правительстве, что не смог обеспечить достойной работы сегодня здесь своего куметра, кума, наноша, а наоборот вынудил его уехать в Россию, в Италию, в Португалию. Ты присылай нам сюда, мы на этих налогах содержим себя. Понимаете, ужасная ситуация, ведь она такая, что если ее не прекратить или, во всяком случае, не создать механизмы по изменению, по возвращению людей на родину, а ведь возвращается, если сейчас начать возвращение, то мы, во всяком случае, получим качественный трудовой потенциал, а не тех людей, которые из расходов все свои жизненные силы за границей вернутся сюда глубокими стариками. Вот это ужасно. И вот сегодня этот процесс, мне кажется, наверное, какие-то, будем говорить, ростки идут, но тем не менее, вот на ваш взгляд, как можно было бы усилить, чтобы сократить время ожидания вот этих изменений положительных могут. Ну, вот с визитом. Очень многие начали писать, что вот, дескать, зачастил, да, вот два месяца не пошло и так далее. Ну, во-первых, давайте скажем так, любой человек, да, если он дружит с мозгами, он понимает великолепно, что президент Путин – это не человек для фотосессий, не для селфи. Если бы не было приглашения, визиты в Кремль готовятся. Если наши руководители прежние 8 лет не могли попасть в Кремль, то, значит, туда попасть непросто. А если туда человек попадает, значит, он интересен. И с ним разговаривают, и с ним есть о чем говорить. Там мелкие проблемы не обсуждаются. Действительно, Стас очень правильно подметил, что вопрос гастробатики очень важен. Это не шуточный вопрос, потому что это трагический вопрос. По той простой причине, что у нас мы не замечаем, как разрушилось то, о чем писали наши классики, наши литературы, да, семья, наша Каса Мария, наш дом, наша вот эта вот душа, понимаете? На чем держится страна. Да, вот я говорю, что вот я где-то уже на телевидении говорил о том, что однажды одна женщина, которая у нас что-то делала, работала, не помню, как был ремонт и так далее, она рассказала мне историю. Говорит, ты знаешь, как это? Я приехал из Италии после трех лет, а он приехал из Москвы. После трех лет лечь в кровать и о чем-то поговорить, что было за эти три года, да, разобраться. Я говорю, тебе никогда не желаю этого, пережить с своей женой. Я сказал, что, знаешь, мы счастливые люди, мы можем утром позавтракать, поговорить, пообщаться, ночь провести вместе. Нами дети росли на наших глазах, да, они не были как бы предоставлены себе себе. С ними не случилось то, что случается в Страшенах и в других местах, где детей насилуют, убивают и так далее, и так далее, да. Поэтому вот это страшная трагедия. Я очень хотел бы, конечно, чтобы наш союз, наши писатели озаботились о трагедии, написали бы большие книги, такие же интересные, как о сталинских депортациях или там, допустим, о Холокосте и так далее, потому что это трагедия. Половина населения изгнана из страны не по своей воле. Один правительственный чиновник мне возражал. Но ездили же в времена Советского Союза на БАМ и так далее. Так ездили по собственной воле, понимаешь? То есть у них был выбор. То есть они могли остаться здесь и жить более скромно с детьми, с родителями при доме. А если хотел человек быстрого социального лифта, да, там, хотел машину за полгода, там, или квартиру за пару лет, он ехал, да, но зачастую брал с собой и жену и так далее, и так далее, да. Поэтому нельзя эти две вещи сравнивать, когда тебя выгоняет из страны, из собственного дома нужда, невозможность прокормить детей, да, и когда ты уезжаешь для того, чтобы заработать побольше, да, и обеспечить себе очень быстро какие-то там блага, да. Тут две разные вещи. Вот поэтому то, что обсуждал президент в Москве, конечно, очень важно. Наши гастробактеры еще долго будут там. Я скажу честно говоря, вот бывая в России, я бываю в регионах, я просто поражаюсь, как многие наши люди, а не трудолюбивые, и очень, так сказать, предпринимательская жилка, очень многие устроились. Вы поезжайте сегодня в Белгородскую область, в Курскую, Орловскую, потом увидите кучу крестьянских фермерских хозяйств молдавских, где работает молдавание очень много, и они очень сильно развернулись, и там довольно даже местных уже затыкают за поезд, да, уже трудолюбивые, у них есть стремление. Вот у меня есть возле городка моего, где я вырос и родился в Бричанах, из села Гримогаутс, так они прописались там, они там ездят, то есть в селе на БМВИ их шестых, потому что они там возле Москвы все заработали. Попробуйте им сказать, что надо разорвать отношения с Россией, приедете в то село и скажите это. Я думаю, что живым негде, никакой политик не уйдет оттуда. У них там крепкие хозяйства, они там саженцами торгуют, еще какой-то бизнес делают, да, поэтому это нормально. Мои родственники, мои братья, которые выращивают яблоки, первая же встреча, как только приезжая домой, начинается с вопроса, не, давай пойдем выпьем, вот в гости и так далее. Слушай, что там с Россией? Людей это интересует, люди этим живут, они сажали сады, они делали хозяйство, им нужен рынок сбыта, а ни слова, ни рассказы о европейской интеграции, понимаете. Хотя европейской интеграции никто не имеет против, никто не говорит, что она ссорится с Россией, по-моему, и Додон этого не говорил никогда в жизни. Просто не надо подписывать те соглашения, которые ломают нам торговлю, понимаете. Не надо быть игрушкой в чих-то руках. Вот и все. Никто же не говорит, что надо отменить безвизию ЕС России, с ЕС. Никто же не говорит, что надо рассориться с ЕС и не брать примера, у них не кредитоваться. Но в конце концов, иногда бывает, это нам дают под те условия, что обязательно поссоритесь с Россией, обязательно что-то заявите международных организаций против русских. Ну и трудно ожидать от России при этом. Мы же не можем так, чтобы сказать, не путайте нас в эти дела. Вот мы хотим и с вами, и с вами дружить. Но нас же поставили в этой дурацкой программе восточного партнерства перед дурацким выбором. Вы с кем? А почему мы должны быть с кем? Вы знаете, два человека ссорятся, а вы с обоими знакомы, и хорошо, имеете деловые отношения. И вам предлагают, вот выбери того или другого, а ни тот, ни другой, тебе ничего плохого не сделали. Зачем я должен делать этот выбор специально? И под это дело заточено уже и политформирование, и политический окрас, и расклад политический, и уже смотрю, уже как бы точатся копья булатные, и ножи. Мудрость подсказывает на бороться. Да, да, да. Я с политологами попадаю, да, вот буквально на телеканале, вот вроде так в рекламной паузе говорим, да, что нормально, что Дадон поехал дальше. Наступает это самое по Приднестровью, да, и человек вдруг мне говорит прямо, почему Дадон поехал, возложил цветы к казакам? Я же растерялся. Я потом после передачи смотрю в интернете, да нет никакого памятника там казакам. Позвонился с шелой. Говорю, Василий, вот я не следил, честно слово, я не был в Бандерах, когда там был президент Молдовы. Куда он возлагал цветы? Да он возложил цветы к Невской лавре, к церкви, которая всемирно вот эта известная, да, не было никакого там, и нету там и в Бандерах, и памятника погибшим казакам. А если, да, давай рассуждать так, а если бы и президент Молдовы с лидером Приднестровья приехали и бы возложили цветы к памятнику погибшим и здесь, и там, и в Кишиневе, и в Тирасполе. К тем людям, кстати, Додон был мальчишкой, и Красносельский был мальчишкой, когда это все было. Но вот прежним президентам, при которых это случилось, было бы неплохо это сделать, потому что они тогда, не хватило им мудрости не довести до убийства людей, да, спасибо, что схватило мудрости потом съесть в Москву, пожать руки и прекратить это дело. Но тысячи людей-то погибли, десятки тысяч стали калеками, жертвами. А кто перед ними дверь? И сейчас мы друг друга попрекаем не ставить туда цветы, это не свинство, простите меня, это не один и тот же народ. Мне кажется, это есть продолжение, наверное, того, что было начато в 90-х, в начале 90-х. Это какой-то такой эхо, который, ну, эхо бездравственности, когда был развязан конфликт, и сейчас он, видите, таким образом. А сейчас, вот понимаешь, вот эксплуатируется тема для агентства. Знаешь, в чем самое большое мое удивление? Вот я, ты знаешь, я снимал не один фильм по агентствовскому конфликте и общался с теми людьми, которые там воевали и так далее. Люди, которые убивали друг друга, они вынуждены были, их загнали в такую ситуацию, где вынуждены стрелять друг друга, да. Они не ненавидят друг друга, понимаешь? Они говорят, мы готовы пойти в церковь, покаяться и как бы простить друг друга, обняться, потому что все проходит, да, и все люди понимают, что если дальше продолжать убийство, да, вот как бы дальше продолжать ненависть, ничего хорошего этому не приведет, да. Политологи, которые сидели, жировали, извини меня, в тылу, да, политики, политологи, которые набивали карманы, делили из-за кармана Родины, да, и когда эти люди вернулись с фронта, они уже сидели, понимаешь, распухшие при банках, при дипломатических представительствах и так далее, они ненавидят друг друга. Ребята, если бы ненавидят друг друга, поехали бы на фронт, в конце концов. Я ни одной рожи, которая выступала на митингах здесь у нас и кричала, била себе в грудь, я на фронте не видел. На фронте послали детей из сел крестьянских, понимаешь? Да, и мужиков. Да, и мужиков, да, просто. Стравили, они убивали друг друга, а потом самое смешное, что случилось, и кое смешное, извини за оговорку, самое трагичное, что случилось. Россию называли оккупантом, а потом сказали, чемодан вокзала России, поезжайте к оккупантам зарабатывать деньги, сегодня большая часть нашей гастробатики работает. Это что, это как? Тоже вопрос, правда? Мне кажется, это действительно большая и глубокая трагедия. Трагедия, знаешь, почему-то замалчиваются. Я когда спрашиваю, задаю, начиная разговаривать даже с ветеранами принципов конфликта, они люди раненые, у них душа ранена, понимаешь? Они очень много пережили, но когда с ними начинаешь разговаривать спокойно, вот спрашиваешь, хорошо, ну вот была война, да, вот ты прошел с автоматом Калашникова, Бандера или там кто-то другой прошел, Варницу, да, с той стороны и так далее. Скажи, пожалуйста, а что, какие ценности, вот, ну что вы хотели друг другу доказать, да? Ну я дрался за свою землю, так подожди, он там живет, да? Он тоже же там живет, и как-то надо было спросить его, а может он не хочет жить по таким правилам, может, договориться бы с автоматом Калашникова. Но с другой стороны, давай скажем честно, в 90-м году, в 90-м году мы, в 91-м году мы приняли флаг Румынии, герб Румынии, да? Нет, флаг Румынии был у нас, гимн Румынии и так далее. И с автоматом Калашников пошли навязывать это жителям Приднестровья, которые, у которых воспоминания еще не очень хорошие, со времен войны, Румынии и так далее, здесь был Холокост, десятки тысяч моих бричанах было убито, 7 тысяч евреев, да, которые жили там, их сварили в ямах, и мой отец, дедушка видел, и все такое прочее. То есть, не очень были хорошие воспоминания, их все убивали там, Тростнестре. И вот, поставь себе, мы пришли туда, да, не получилось у нас это навязать автоматом Калашникова, да, после этого мы возвращаемся домой и все в парламенте отменяем эти ценности. И говорю, мы от них отказываемся. Подождите, ребята, а зачем мы их навязывали им с автоматом Калашникова? Так можно сказать, ребята, знаете, вот была ошибка. Мы заигрались. А и сейчас даже, когда спрашиваешь, ребят, вы мне объясните, а вы будете строить государство? Вот что основной, когда я начинаю разговаривать с преднестровцами, да, я говорю, что, ребята, все равно должна быть единая Молдова, да, все равно мы объединимся, может, на каких-то других началах. Но мы должны договориться, нет будущего этой страны, если мы не объединимся. Они мне задают другой вопрос, на который я не могу найти ответа. Скажи, а вы в Кишиневе, то, в принципе, хотите строить государство или вы собираетесь объединиться с Румынией? У меня нет ответа на этот вопрос. Потому что, когда я подхожу здесь к Кишиневу, начинаю спрашивать политиков, они говорят, это не ваше дело и не их дело. Так почему вы вызовете их к себе тогда в государство, если это не их дело? Это как раз то дело. Вот сейчас начнется смешанная система. Сколько им дать квот? А как они будут представлены в этой системе? А как гагаузы будут представлены? Я уже читал вчера гагаузы, возмущается, что у них сейчас пять депутатов в парламенте, а по квоте будет трое, да? То есть эти все вопросы надо решать. Их намного решили. 25 лет назад надо было решить. Но мы их не решали и загоняли в угол. У меня вообще такое впечатление, что очень многие политики в Кишиневе, вот то, что происходит с Кишиневым сегодня, где стоит это недоразумение, руководит Кишинев, которая довела встречу. У нас очень многие политики делают то, чтобы страна была доведена от такого состояния, что когда люди скажут, знаешь, мы не в состоянии. Вот не в состоянии мы строить собственное государство. Значит, надо кому-то сдаваться. А почему сдаваться? Почему мы не в состоянии? Почему мы отстроили половину? В России строим, в Европе строим. А у себя дома не можем найти, как вот в этой песне, да, из бриллиантовой руки, что бы ни делали, не идут дела, да? Может, в понедельнике взять и отменить? Может, с понедельника у нас не так? Или в консерватории? Я думаю, здесь, опять же, умение делать правильный выбор. А может быть, и манипуляция общественным мнением. Здесь эта тема для отдельного, наверное, разговора, такого глубокого. Нет, я почему начал так запальчиво об этом говорить? По той простой причине, что меня возмущает это, да? Вот Додон поехал в Приднестровье, совершил преступление. Не едут лидеры Молдавии в Приднестровье? Плохо. Поехал? Тоже плохо. Ну, надо дать должное, смотрите, как Владимир Путин отметил. Да, ну, дайте им спокойно поработать, да, вот, людям. 17 января он, оценивая визит Игоря Николаевича в Террасполь, сказал, что это, в общем-то, мужественный шаг молдавского политика, который, знаете... Самое смешное, да, что я понимаю проднестровцев, лидеры Приднестровья, они тоже заинтересованы в проложении вот этого, как бы, вот это вот разделение, да? Я их понимаю. Они тоже завтра не придут к нам с распортертым объятием. Они будут делать все, и логически будут делать все для того, чтобы это объединение не состоялось, да? Или, если оно состоится на очень таких крутых для них условиях, да? Это нормально, надо садиться обсуждать, да? И без того, чтобы не встречаться, не разговаривать, не обсуждать это, в том числе и с посредниками и так далее, не получится. У нас какие-то вот есть, я тоже с политологами общаюсь, они говорят, нет, мы их там экономически задавим, придавим и так далее. Ребята, это путь никуда. Это наивный путь. Да, кто-то из великих в свое время сказал, ну, все можно изменить в мире, кроме одного, нельзя родиться заново. Да, да. В принципе, договориться можно обо всем. Да. Хотелось бы вот еще какую тему затронуть, экономическую часть визита. Игорь Николаевич побывал в Москве и по приглашению общественной организации «Деловая Россия», там проводился форум «Россия и Молдова, новые точки роста». И здесь много говорилось о том, что потенциал наших экономических взаимоотношений, который в последние годы был загнан в такую, ну не знаю, в тупиковую ветвь развития, он сегодня не востребован, он не реализован потенциалом, но нужно развивать. И говорилось о том, что сейчас ведь можно развить на уровне регионов, например, какими-то такими точечными взаимоотношениями, допустим, как сейчас Гагаузия занимается экспортом своей продукции, напрямую торгуя с регионами Российской Федерации. Но вот вопрос такого рода. На ваш взгляд, вот обе стороны, я понимаю, заинтересованы в восстановлении экономических взаимоотношений. И для России это интересно, и в первую очередь, конечно, для нас. Но насколько представительный сам форум деловой России, насколько он оказывает влияние на экономическую жизнь Российской Федерации, и услышан ли о Молдаване в России сегодня как бизнесмен, как экономист? Конечно, я думаю, я слушал выступление президента на форуме, да, но в принципе оно было как у президента, как у политика более таких, как бы, общие, да, вот, когда президент говорит о направлении каких-то, что вот надо, 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 надо сделать. То есть, ну и задача у президента может не быть другим, он должен продемонстрировать волю, желание Молдавии, так сказать, сотрудничать. Дело-то потом переходит на площадки, а вот там на площадках самое сложное, интересно, неинтересно. Ведь, понимаете, мы живем в другое время, когда человека не заставишь делать то, что ему неинтересно, да, частный бизнес, ведь деньги текут, инвестиции, деньги туда идут, где есть прибыль, где есть тишина и порядок. Я однажды брал интервью у великого Олега Первого, главы Лукойла, он тогда сказал эту фразу, помню, мы в фильме ее использовали, что деньги любят тишину и порядок, вот, который у нас не хватает, да. Если у нас будут люди, которые придут сюда и послушают у нас, что у нас происходит в стране, да, что вот непонятно, тебя могут и арестовать, и там и банк отобрать, или там предприятие нажать, и что, и с юстицией проблемы, да не только с Россией. Ну, инвестиции надо уметь защищать, и действительно должен быть порядок. Это первое. У нас это еще архи задача тому, что у нас страна маленькая, рынок незначительный. Затащить сюда инвестиции, это надо быть, наверное, лауреатом премии Нобеля, не знаю, там в экономике и так далее. Надо что-то придумать. А у нас, вверх, нет стабильности нормальной. Мы прославились чем на весь мир? Сперли миллиард. Ну, человек, знаешь, говорит, давай вложи там полмиллиарда туда, где сперли миллиард. Подожди, у меня его не сопрут. Первый вопрос будет, да, а как там действуют юстиции, а как там действуют законы, а что там происходит, а кто там руководит. То есть возникает куча вопросов, да, то есть мы должны сначала создать условия для этих инвестиций, да, потом, с другой стороны, у нас нет уже квалифицированной рабочей силы. Она уехала. Еще начали в 90-е. Да, очень, да. И вот опрос, который недавно, да, что 57% не хочет возвращаться. Она не верит собственным странам. Это тоже катастрофа. Это же у архи сложная проблема, потому что люди-то зарабатывают за рубежом в той же России даже, это не проблема, пару тысяч долларов, если ты голова на плечах и что-то умеешь, да, то 2-3 тысячи долларов не проблема заработать. А если поехать куда-нибудь в Сибирь, то далее больше можно поднять. Но весь вопрос в том, что таких зарплат у нас скоро не будет, понимаете, а человек, который привык мерить на такую зарплату. Но мы по нашим журналистам судим, где твои самые лучшие операторы. Он такой встает, оперится, и тут же смотришь. Он в России на каком-то телеканале и очень прилично зарабатывает, да, и такие деньги, которые нам не снились. Вот. Поэтому все люди, они уезжают. И когда им говорят, надо вернуться домой, надо вернуться в Молдову. Хорошо, а сколько вы мне будете платить? Ну, на первое время. Да, на первое время, да, дом, да, дети, да, родители, да, Родина. Но с другой стороны, хотя бы надо дать ему что-то, чтобы вот этот вот дом, Родина и родители все перевесили, тут дополнительную зарплату, которая у него там есть. Самое страшное для нас другое. Эти люди уже начинают забирать детей. Они не верят в будущее. Я знаю, что очень многие мои друзья переехали, получили гражданство, забрали детей и сказали адью нашей прекрасной, прекрасной земле. Поэтому это тоже очень артистное. Потому что когда ребенка учат истории румын, а не истории Молдовы, и мы, ну, родители этих детей, в общем-то, изучали совершенно другую историю. И я не думаю, что эта история была, ну, далека от того, что действительно происходило в истории нашей страны. Мы своих детей, я своего сына стараюсь, вот он у меня и румынский студирует, и, не скрою, платит за это уже с собственного кармана. Раз ленился в школе, хорошо выучить румынский язык. Сейчас платит с собственного кармана зарплаты, преподаватель занимается с ним каждый день и так далее. Но, с другой стороны, я слышал такие разговоры, когда начинаешь на ребенка наезжать и говоришь, тебе нужен румынский язык, ты обязан его знать. Понимаешь, что язык и прочее. Он мне говорит, это хорошо. Ну, язык страны проживания. Да, да, язык страны проживания. Он мне говорит, а какие у меня здесь шансы? Сами молдаване сбежали из страны, румыны сбежали из страны. Орел, Молдова, Румыния. Остались гагаузы, русский, украинский. А если у меня будет русский, английский, говорит, у меня орел расширяется моментально. Я могу заработать и в России, допустим, и в Европе, да. Вот. И что ты с ним будешь спорить, понимаешь? Сложно спорить. Он говорит, ты меня заставляешь учить румынский язык, а я хочу выучить хорошо английский язык, для того, чтобы поехать туда и создать конкуренцию молдаванину своему соотечественнику там, а не здесь. Здесь он сам сбежал от конкуренции и не хочет со мной конкурировать, потому что здесь понимаешь? А мы сегодня слышим, вот вы не хотите учить язык. Для того, чтобы учить язык, да, то есть человек, который не учит язык, сам себя наказывает, потому что он не может продвинуться в политике, в экономике, там, не знаю, вот в нашей стране, да. Это его наказание. Мы еще на него кричим. Чего ты не учишь язык? Да человек так себе наказал, чего ты к нему пристал, да. И в конце концов, по большому счету, если ко мне придет человек и будет ремонтировать унитаз или телевизор, да, или наладит компьютер, не наплевать на каком языке, хоть на английском. Главное, был специалист бы хороший, да, мы же на это не смотрим, да. А, вы знаете, вы пришли и там по-другому разговариваете, да, мы вас не возьмем. Ну, это часть нашей государственной политики. Это так, это так. Но по большому счету, да. Государство должно было сдать условия. Если бы у нас были действительно экономические условия, процветающая жизнь, да, то здесь бы рвали, учили язык, мы же сказали, вот, я хочу здесь остаться, потому что здесь интересно, здесь можно хорошо заработать, здесь хорошие люди, здесь спокойно, здесь не воруют деньги, да, у людей, здесь людей не заставляет работать, здесь есть нормальная юстиция, здесь страна не разделена, и не нужно, извините меня, нет у нас три президента, пять валюты и так далее, что у нас происходит, да. То есть, надо в первую очередь навести порядок в стране, а для этого нужны ответственные политики. Понимаете, вот помнишь, когда Воронин пошел к власти, да, и получил 70 мандатов в парламенте, мне хоть было 40 лет, я уже был немолодой человек, да, ну, еще 40 не было, но вот подходил их 40. Я поверил, что, знаешь, у человека есть шанс. Вот сейчас еще один шанс подходит, да, вроде бы страну возглавил президентом умный, подготовленный, толковый человек. Об этом говорят, кстати, и мои российские коллеги, которые беседовали, брали интервью, не сказали, да, очень приятно говорить, да, умный человек понимает все проблемы, хорошее образование, хорошо образован. Получится ли его? Это не его надежда. Я думаю, что Дадон не пропадет, даже если он не будет президентом. Он уедет, найдет своим образованием, возможности. Он человек, наверное, не бедный. Это наша проблема. Это наш шанс. Понимаете? Вот нормально поддержать людей, которые приходят к власти, это наш шанс нашей страны. Может, у нас больше этого шанса не будет. И мы должны это понимать, что вот это шанс, да, на то, что наша страна будет мультинациональной, нормальной, терпимой, будет европейской нормальной страной. Вот мы говорим о европейских ценностях, но мы сами-то их применять не хотим. Почему-то мы, когда начинаем говорить об устройстве страны, мы начинаем вести себя, извините меня, как в времена Сталина и Антонеску, знаете, так нельзя. Коль мы надеваем эти одежды, значит, нужно соответствовать им, да, то есть нужно быть терпимее друг к другу и думать о благе страны, о том, чтобы здесь выстроить что-то, да, нормальное, а не то, что мы пытаемся здесь сегодня выстроить. Все правильно, ведь берется ответственность за миллионы жизней и за будущее этих миллионов, потому что иначе страна рассыпется просто как песочный замок без фундамента, без основ. А сегодня, мне кажется, Молдове нужно возвращать фундамент. Да, у нас общая вера с славянскими народами, с православием. Это такая скрепа духовная. Мы европейская страна, и никуда от этого не денемся, мы в Европе, понимаете, и кто бы мне ничего не говорил, мы все равно в Европе, мы европейская страна, да, и мы все время, мы Россия европейская страна. Я, кстати, сторонник Шарля де Голе, который говорил о Европе от Атлантики до Урала, понимаете. Наивный тот человек, который может подумать, что можно Европу выстроить с новым разделительным железным занавесом, что вот эти здесь будут, вот здесь, и, кстати, железный занавес уже не Сталин строил, построили-то его другие, да. Я когда спрашиваю, ребят, подождите, а если бы Россия взяла бы, ввела визовый режим, перестала бы покупать ваши товары, начала бы вам жестко относиться таким образом, вы бы ее любили как Европейский Союз, как несколько лет назад, да? А это не может быть, потому что мы жили, как же так, мы братья, это невозможно, да, это было бы свинство с ее стороны. А может быть, почему мы, да, любим так, тех, которые нам что-то дают с очень трудом? Наверное, потому что в жизни так все устроено. Человек тогда что-то ценит, когда ему трудно очень достается. Может, потому что нам все там легко доставалось. И рынок остался по традиции, винодельский остался, и то осталось, и добрые отношения остались, и без визы в режим осталось. Мы это и не ценили, понимаете? И, боже упаси, если вдруг там поймут, да, и скажут, слушайте, а давайте мы попробуем, как европейцы, да? Мы тоже зажмем гайки и посмотрим, будут нас любить или нет. Не дай бог, я бы этого не хотел. Согласен. Спасибо за разговор. Будем следить за тем, что будет происходить в наших взаимоотношениях, ну, между Молдовой и Россией, как будет складываться. И я понимаю, насколько, какие глубокие связи существуют и какие глубокие надежды наши с вами сограждане возлагают на все это. Я наблюдал за тем, как проходила встреча диаспора в Москве, и я видел вот нескрываемый интерес. Люди, ну, это, знаете, это такой был неизрасходованный человеческий ресурс, готовый помочь своей стране для того, чтобы, ну, каким-то образом, ну, может быть, даже не отчасти, не каждый из них был готов вернуться в Молдову, но каждый готов у себя в Туле, в Орле, в Липецке каким-то образом помочь реализовать, ну, экономические связи, экономические надежды. И быть услышанным это самое главное. Мне понравилось то, что было сказано, сегодняшнему президенту надо быть услышанным всем. И сегодняшней властью… И быть понятным. Да, и быть понятным. Правильно, как сказал один персонаж в одном фильме, он говорит, счастье – это когда тебя поднимает. Я бы хотел, чтобы его поднимали, и я, может быть, даже если он что-то сделает, будет делать или делает неправильно, это можно говорить в другой тональности. Не обязательно кричать и сразу начинать человека прессовать, да. Я нисколько не призываю население любить Гадона, он не пряник, чтобы его любить. С политиком надо требовать и так далее. Но если критиковать, то нужно за дело. За дело критиковать. А не просто так огульно, как я вот сейчас наблюдаю, к сожалению, да. Это не поехал бы в Приднестровье, был бы плохой. Поехал бы в Приднестровье – тоже плохой. Не поехал бы шахматист, я думаю, знает все, и что такое дебют, и цуксванг, и я думаю, все справится. Спасибо за разговор. Будем продолжать наши беседы. Вы смотрели программу «Персональный акцент». У нас в гостях был глава информационного агентства ТАСС в Молдове Валерий Демидецкий. Следите за эфирами, будет интересно. Всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин